Значит, мы хотим рассказать, что сейчас мы покажем мультфильм, который мы создавали шесть месяцев, да? Пять? Оля, четыре. Даже меньше пяти месяцев. И он сделан в пластилиновой, в технике пластилиновой перекладки. Главная героиня у нас кошка. Мы, значит, три девочки его делали. И там как раз есть эмоции, эмоции памятника. То есть сейчас, когда вы будете смотреть мультфильм, обратите внимание, что у нас есть главный персонаж, женщина и кошка. Они как памятники, поэтому мы их сделали из серого скульптурного пластилина. И там есть эмоция грусти. Как раз в прошлый раз я рассказывала, что грусть – это потеря ценного. И хозяйка грустит от того, что нет звонка, нет разрывсвязи, так скажем, с ее сыном, который не звонит маме. И эмоции грусти у кошки связаны с зеркальными нейронами. Она сочувствует своей хозяйке. И дальше посмотрите, как проявляются эмоции у самой кошки. То есть у нас кошка перерождается, становится волшебной. И посмотрите, там есть яркие эмоции страха, когда она попала под машину. Ну, чуть не попала под машину, так скажем. Так, сейчас, минуточку, я расстаю опять на экран. И есть эмоция, ну, не знаю, как назвать ее, надежды, да? Оль, пожалуйста, выручайте у меня вот прям чуть-чуть. Эмоция печали, когда кошка, вот там, обратите внимание, она подходит к человеку и... Алло! И у кошки такое выражение лица, такое, как... Алло! У нее было прям... Эта конференция подключилась. Причем там чуть-чуть этого, буквально несколько, прям одна секундочка, но мы даже в этой секундочке... А это в характеристиках посмотреть. Ирина, извините, я выключаю ваш же звук пока. Ой. Эту эмоцию. Потом, когда кошка уже находит человека, там у кошки есть, например, задумчивая реакция. Казалось бы, мы просто закрыли глаза и происходит волшебство, но при этом при закрытых глазах тоже у кошки есть вот эта вот эмоция, ну, не эмоция, а какой-то вот надежда. Тут уже вспомогательные элементы будут участвовать, вот всякие там кружочки, зигзаги, именно которые ассоциируются с волшебством, но тем не менее. Такой мультфильм вот сейчас, Света его как раз настраивает. То есть вот мы обсуждали с девочками, то есть в первую очередь девочке предлагали, как показать, что она очень хочет, ну, какое-то ожидание, надежду. Вот как вы считаете, например, напишите в чат, вот как бы вы показали, не знаю, да, вот мы думали про блёстки, про какие-то волшебства, сердечки, что кошка пытается послать свой внутренний порыв этому парню. Какие у вас идеи? Прямо сейчас рождаются. При этом кошка ничего не говорит. Да. Так, есть какая-то реакция, чат, давай. Чат? Нужно некоторое время, чтобы чат успел написать. Хорошо. Моё предположение, что кошка может потереться о ногу. Кошка может встать на задние лапы и пыльнуть там к ноге или к руке. Кошка может пофырчать, мяукнуть. Отличные варианты. Отличные замечательные варианты. У нас кошка только смотрела. Ну, взглядом. Взглядом. У нас весь был задействован только взгляд. Крупный план. И когда волшебство случилось, он всё-таки позвонил, мы уже дальше не видим эмоцию кошки. Мы просто снова видим памятник. Вот такой ход решили сделать девочки. Но хочу ещё с технической точки зрения обратить такой момент. У нас у кошки менялся зрачки. То есть в каких-то моментах у нас зрачок шёл... О, опять что-то у нас не заработало. В каких-то моментах у нас зрачок шёл вертикально, а в каких-то горизонтально радостно зрачком. Я выключаю свой звук и работаю со звуком света. Пожалуйста, нам нужна демонстрация экрана. Вы можете сделать демонстрацию экрана, она разрешена. Так, а где у нас Оля? На флешке. У вас сейчас, я услышу, звук эхо идёт. Отключите, пожалуйста, у меня звук. Я не могу... Сейчас у вас отключены все микрофоны. Один микрофон нужно всё-таки оставить включённым. И один звук с устройства. Одни динамики. Да. Продолжение следует... Да. Продолжение следует... Я отправил вам запросы на включение звука на удаленное, включить у вас его не могу. У вас подключился один экран, но мы все равно вас не слышим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...